всем привет вы на канале twin китай мы сегодня продолжаем проходить black book и давайте все таки поговорим поговорим с этим гусем я впечатлен впечатлен без книги ты прошла замки и затворы и даже бесов так а ты кто манифик вы простите мой французский коим я обзавелся в услужении демон сурсия демон как ты в черте подался уже имя твое умерла нет его на земле ты кто что с того по крайней мере я не ютился по помойкам в виде кота монами не уж лучше по помойкам чем садовыми чертями ну довольно во первых я должен сказать он шин чердов а вот раконен солнце василиса перевод я должна сказать что твои заговоры на меня не действуют шарма не запугаешь своими словами колдовскими лучше пропускай по добру по здорову мэну я не могу этого сделать ведь на то был дан указ александра и шо теперь но как я и говорил я впечатлен он мне сказал не пропускай василису у нее не осталось сил мне кажется тут есть небольшая лазейка на супа как видишь я и без книги силой то ага в рэмо верно но я бы хотел убедиться в этом самолично драку хочешь поединка на нашем языке знающих но будь готова ошибешься отдашь мне свою душу этот прошка стоит тупо такой не будет такого 9 что верно то верно а я также стар как и иные твои друзья он был предком учути как тебе новое призвание в котлах адовых жарится и так уж и дурно молве оби тебе тоже стоит попробовать туда когда был покровителем племен сейчас я проводник неофитов в удивительный мир колдовства получено достижение фольк ля рист нужно будет выставить чтобы вы тоже видели достижение но я все забываю или не значок так лебедь зубастый да говорят колдун должен пролезть через пасте дерева щуки или лебедя зубастого только тогда чертей получит свое распоряжение но не они не он ими они вертеть будут вот и отправляет колдун чертей то веревки из псковить то озеро ложками черпева то листья на оси не считать осин это чертово дерево на нем иуда удавился вот черти листья считают а осины все трепыхается и они со счет успеваются как тебя называть то лебедь зубастый у меня было много имен но сейчас я предпочитаю называться пьер а предпочитаю называть пахусь я клянусь ен у тебя крыша улетела так далеко что ее не видно но позвольте мне быть тем кем я захочу я льви давно ты знаешь александра с тех пор как он пролез в мою пасть а кто был день ночных тайн кель мистер хороший малый мон комрад но работу давал странную спаши поле выруби деревья и всегда был недоволен результатом но такого природа для дьявле мы портим а не созидаем это хорошо нам а мы сохраняемся они идем дальше без сохранения вот так вот по любому объем да 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 на однако слухи полнят пекло говорят книга попала к пряхе и пряха хочет извести всех бесов как так-то не приручить их для благой работы представь себе что за язык знающих то оба нефиг манифиг это будет прекрасный поединок это ты мне скажи что за язык знающих нашел дурачок этот лебедь зубастый имеет в виду что за язык такой у знатких-то коми пермятский это уж точно не языки это уж точно не языки народов разных нет никого пермятский и не французский либо частушки либо загадки я в душе ничая в душе ничая душе вообще вот вообще не получится поджди сейчас мы сейчас это это как же найти нам нет леший нет сетка нет пищи ивана купала это все не то не знаю давайте загадки только знающие могут отгадать загадки а кто знает их на самом деле много давай то была разминка переходим к делу давай загадки нет сомнений что ты сильно и без книги и пью путь твой свободе я готова тоже с этим предметом провела достаточно времени и на деревце а с листочками и не шубейка а сшита и не деревце а с листочками и не шубейка а сшита люблю книга с этим предметом я провела достаточно времени но книга по но я как бы книг про книгу мою и это загадки древнего бесси к я такие на посидинках еще слышал ролик слышала то вот тебе посвежее плывет лебедь а не летает до облаком шоу блока плывет лебедь а не летает до облаком порхает а плывет точно плывет ну пароход лодка самоходная пароходом называют манифи ну что я полон надежд как видишь я люблю загадки про лебедей а ничего удивительного итоговый ответ будет знаком тебе молодой смертной но не нам демоном природы блин растет зуб мудрости короче щеку зажевывает больно но это так важное отступление как бы белая лебедь на столе не бывало ножом не рушина а всякой и кушал ушел белая лебедь на столе не бывало ножом не рушина а всякие и кушать соль это сольная на всякий случай что не знакомо делаем природы или грудь матери что демонам природы я там знаю природы какой что за подсказка такая что не знакомо демонам природы дай бог здоровья человек знает грудь матери а вы духи не люди же сезин прослены я впечатлен ну что же не смею вас задерживать прекрасная василиса благодарочка это стопроц до свидания гусь подвальная дверь заперта и вы обращаете свой взор на ладонь где зашит цветок сосредоточив в ней колдовскую силу вы протягиваете ее к дверной ручке но внезапно замираете руки не видно ваш спутник ухмыляется такой трюк может и проведет смертного но не силы тьмы так прихожая вот синий так синий я бы к таким многим мигом по выклась по выклась господи ну да он типа такой чувачок богатый ослепительный свет падает на пыльную подвальную лестницу и затягивает вас в богатое убранство прихожей у вас перехватывает дух от роскоши которую вы представляли лишь полубочным картинкам среди барочных завитков лестничной клетки снуют бесы разодетые в странные черно-белые костюмы один из них устремляется к вам давай поговорим что надо вы готовитесь сдерживать без уговорами прежде чем он на вас броситься но это оказывается излишним похоже демон одетый в черный фраг торопится предложить вам целый поднос деликатесов сударыня добро пожаловать добро пожаловать ударыня что такое не знал что у нашего хозяина сегодня гости изволите откушать попробуйте эту серую штуковину очень вкусно серая штуковина мне не надо спросите у других без а вкусного деликатеса вы еще не пробовали кажется к вам стали возвращаться силы спасибо если вдруг понадоблюсь я весь ваш хорошо но у меня своих но я хотела спросить где ваш хозяин конечно же в своем кабинете доложить о вас ни в коем разе сама поднимусь пусть это будет для него неожиданно ах как славно увидеть такую прелестную сударыню удары не прошу простить если я по вашему мнению позволил себе лишнего пишу какой образованный бес слышь бесяка мы с тобой знакомы что вы за бесы такие странные чур заделись то это порядок нашего хозяина и не думайте что он нам не нравится конечно есть недовольные бесы но лично я счастлив и я даже не собираюсь терзать александра за все это нет ничего сетки прям супер творецкий смотрю смерть колдуна один из самых древних сюжетов устного народного творчества колдуны при жизни находится на границе между мирами а после смерти его не прикаянная душа тем более он может найти дорогу не на тот свет не на этот скорее всего такие верования связаны с языческими представлениями о черных шаманах а шаманизм видимо был присущ не только финно уграм но и славянам часто колдун расплачивается за свои поступки в момент смерти черти которых он не успел передать преемнику терзают его изо рта ведьмы может литься молоко которое она с помощью нечисти наворовала при жизни ну уж конечно нет право слова сударыня быть дворецким в сотни раз лучше чем воровать молоко когда другие бесы это осознают многое может измениться чё это у тебя на подносе такое лучшие закуски для наших гостей желаете нет я как изволить если вдруг по на постой все мы конечно конечно сударыня как изволите вам прямо по этой лестнице а триум красивая комната в центре поместья вместо потолка стекло небезопасно возможно хотя хз может она супер крепкая супер классно этом стеклянным сводом этой комнаты раскинулся зимний сад полной экзотической жизни вы переводите взгляд с одного растения на другое с одной травы на следующую и мало что узнаете за этим садом ухаживают черти александра бесы работают над садом по указаниям хозяина и как ни странно весьма успешно некоторые недовольны такой работой но многие смирились со своей участью вам удается узнать несколько хитроумных приемов которыми пользовался александр муштруя этих чертей такую заморскую зелень вы видели только в некоторых книгах деда игора до слышали о них по рассказам тех немногих кому доводилось бывать в оранжереях вам удается найти и знакомые волшебные травы пойдем тогда дальше оба библиотека интересны никакие книги держат свои библиотеки знатный колдун библиотеки я люблю м м очень много знаний такой богатой коллекции книг на разных языках нет ни в вашей избе не в церквях вильгарта и чердоне на мгновение вы забываете и о черной книге и о вашем деле погрузившись в мечты о прочтении всех этих сокровищ блеск лунных лучей в глазах медвежьего чучела выводит вас из размышлений бусины недобрых медвежьих глаз заставляют вас насторожиться вы подходите на шаг ближе и понимаете что чучело битком набито чертями не хочу их трогать одни книги написаны на незнакомых вам языках другие слишком объемны чтобы успеть их прочесть за столь короткий срок тем не менее вы находите сборник были на сказаний которые решаете одолжить у александра правильно что тут у нас где илья муромец и святогор отголоски представления смерти колдуна его неспособности успокоиться есть даже в русских пылинах о святогоре свете более которого не носила земля и он со своим конем путешествовал по горам горы выдерживали и того и другого в сюжете или а муромец и святогор русский воин помещается в кармане у святогора но его конь отказывается носить сразу двух бакторей в горах они нашли плотников которые тесали и сколачивали гроб муромец лег в него на тот оказался а на тот оказался не по размерам лег святогор как раз по нему и накрылся крышкой тут же его опоясали железные обручи понял святогор что пришла его смерть и попросила ли усклониться и перенять его силу но илья отказался именно так колдуны при смуте предают чертей тому кто находится рядом пойдем дальше галерея в этой горнице он хранит картин и портреты смотрим если вы знаете на стенах застыли портреты и пейзажи великолепной работы несравнимой не только с примитивными лупками но даже с иллюминированными рукописями несколько испуганных бесов бросают тряпки которыми они протирали картинные рамы и прячутся по углам говорю это может создать разрабы их и за нет вряд ли последнее интересное покинуть местность и продолжить путь хорошо совсем близко осталось через этот длинный коридор пробраться на давайте извилистые коридоры поместья кишат чертями как углы под печью тараканами нельзя сказать что они занимаются вредной работой бесы драят полы и натирают до блеска медные ручки вычурной мебели здесь же нечистые оказались смелее заметив вас они устремляются в нападение что-то хотела сказать то забыла но ладно неважно тогда давайте нападение так нападение ну типа такие знаете это никому не нужны мерзкие паринки ну тип такие отличненько супер классненько на ага шикарно снега вот так вот вот да да вот так что это смо от у меня была только одна попытка да да у меня только один ход счет этого не заметила этого я не заметила ну как ладно проиграла вроде тогда пропустим как бы это в принципе норм возможно но лениво лениво мне вот они это понятно фиг мне о нет нормально можно просто как бы у нас времени мало их пройти в целом не очень сложно ну если думать а мне лень слова вычурки давайте возьмем вот это кабинет александра александр у себя в кабинете он не подозревает что на свободе все давайте сюжет идет аля стелс вы входите в кабинет александра он смотрит прямо на вас и ничего не видит цветок папа разастил ему взор стол завален исписанными бумагами чертежами и магическими книгами ваш пленитель расхаживает вдоль кабинета бормоча под нос что-то несвязное словно заговор смотрим комнату портрет александра похоже какой механизм странные черти в нем крут не крутятся или не крутятся на дайте здесь рисунки какие-то как будто механизмы которыми без должно управлять это ваши вещи которые отобрал александр можно попытаться их забрать но вы понимаете что тогда невидимость дарованная папоротником спадет давайте пока по подождем шкаф такого кладовства я не знаю это все он пытался желание составить за спиной александра большое застекленное окно прямо под окном железная решетка с торчащими кольями вы открыли окно за спиной александра толкаем ваш пленитель нервно прохаживается по кабинету пытаясь придумать идеальную формулировку желания мы должны что-то сделать чё я пока не понимаю нужно его оттуда выкинуть ваш пленитель нервно прохаживается по кабинету пытаясь придумать идеальную формулировку желания не вижу смысла с ним говорить когда вы читаете первый заговор невидимость исчезает александр успевает схватить первый попавшийся томик с заклинаниями хорошо ну хорошо хорошо у него там было порча он на меня наложил порчу у меня ж книги не да это плохо это фигово молчи про него твоих сил не хватило бы и на первую печать у у меня нет мои моих вещей у меня их нет ладно и гола очень плохо мои вещи все хрень какая вот что скажу да вот так давайте повторим сражение и блин у меня нет вы надо было их взять надо было их взять а блин он же сейчас его наложено вот же блин ой блин ну некрасиво это некрасиво получается что он первый ходит мне не нравится вообще совершенно абсолютно я пропущу сражение потому что я не хочу загружаться пройти вот так без своих вещей как быть тяжковато будет вот ну чё чё могу сказать бывает последствия следующие слова александр падает теряя последние силы вы пытаетесь обуздать свою ярость уже третий раз этот колдун пытается вам помешать и вы не хотите тратить на него время в 4 у меня нет вариантов вы медленно выдыхаете и оставляете александра без сознания все-таки его цели были благородные кто знает чего еще он сможет добиться со своими бесами когда к нему вернуться чувства вы уже откроете последнюю печать вы забираете сумку со своими вещами и готовитесь продолжить путь медлить нельзя пряха не должна открыть последнюю печать вот так получается жесть не когда домой то возвращаться нужно поторопиться за книгой хорошо что я уже упряхи то было и знал что надо было упряхи то оставаться сейчас бы при книге не беси меня хочешь к ней так я тебе не держу ну ну шутка это шутка разве я тебя покину ты чё шутки твои не смешные друж балек да блин что-то не помогает мне вот то что я поставила слово типа я поставила чтоб вот это вот пять три черта да и а да а я не поставила ладно фиг с ним фиг с ним окей думаю тебе труда не составит книгу вернуть нет нет не может же это баба быть сильнее леших или огня папора кто знает я с не силой колдовской не мирилась у нее точно нет таких друзей как у тебя и помощники вряд ли есть скоро сами увидим ничего ничего васька ты без книги посильнее любого как мил он санька одолела сейчас и у старухи книгу отберешь главная беда у нас это дочь да ладно тебе высохнешь не ну конечно хорошая хорошего мне друзья ки книжник книжник не надо мне из попряхи это снова это проклятая из баня когда дедушкиной помощи ждать сама книгу верну пойдем пойдем у нас мало времени но мы пойдем ой это основная эти колдовству папоротника и ладонь пронизывает боль стараясь двигаться бесшумно вы добираетесь до избы пряхи но проскользнуть в дверь незамеченной оказывается непросто чухну думала у входа нет черепа загадывавшего вам загадки ваше первое появление вместо него перед дверью прямо у входа стоят три человека они сторожат ведущую к дому тропу и осматривают лесную чащу о чем-то у меня нужен прошка вернувшись ваш помощник сообщает что все три из них вам знакомы среди них акулина батюшки кто еще там агафья филипповна вы что вы тут делаете крестьянки странно покачиваются из страны в сторону заслышав вас они вдобавок начинают мелко трястись и что-то бормотать акулина что с тобой какой ужас вальска помоги колдовство пряхи нужный заговор в черной книге лучше нам поторопиться к этой старухе вы вздрагиваете когда акулина хватает вас мертвой хваткой то что ищешь не все напрасно дорога тебе в пропасть в будущем только опасность потусторонние голоса стихают и крестьянки продолжают бормотать акулина превратилась шаманку надо ее быстрее расколдовать я и сам не против попророчествовать и коткой но это чё-то не то вы пытаетесь дотронуться до опояски но заговоры пряхи не дают вам приближать акулина откуда поезда пряха дала чужой власти нам предписано быть поймала подарками нашей жизни нить получен достижение антиклопедист а ну-ка нить жизни отголоски представления о том что нить судьба человека сохранились в чужинских традициях гадание по нитям на то кто раньше выйдет замуж нередко сбывалось девушки должны были спрести спрясть нить принести ее на гадание испытать их собрали вместе поджигали снизу чья быстрее проговоритая замуж выйдет раньше всех чем тоньше нить тем умелее девка таких называли тонкопряхами умение тонкопрясть одно из качеств повышающих положение женщины в предбрачной иерархии нить приеденную невестой сжигали раз или разрывали в свадебном обряде это был символ того что старая жизнь девушки закончилась начинается новое что какие усилия напрасны неужели печати не открыла и в небесах не под землею книгу никто открыть не мог а кто сумел узрел за нею лишь мрак погибели злобный рок какая опасность акулина годами о ней ты не знала и мелом чертила круги страданий тебя ждет немало господь же тебе помоги до торопиться вся эта вражба кто знает что с ними сделает такой колдовство давайте сохранимся нам все равно сейчас заканчивать нужно будет но они явно намекают что все все это житей самого начала благовном не вряд ли на тебе нужно мне кажется все вообще все это все плохо очень 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 плохо все это добро мне кончится черный провал на месте трона пряхи ведет в неведомый мрак затянутой паутиной вы слышите манящий шепот темноты подземелья которая тянется в гулки и глубины черная книга ждет вас где-то там вы пытаетесь осторожно спуститься в голбец колдуньи но сырая земля выскальзывает из ваших рук и вы падаете в холодный мрак ямы болит удара выбивает воздух из груди вы пытаетесь отдышаться но воздух затхлый спертый через некоторое время вам удается подняться и осмотреться вперед ведет черная извилистая пещера затянутая паутиной вы обменивайтесь встревоженными взглядами с вашим спутником и устремляетесь в глубины подземного хода а вот дела куда идут эти туннели как бы не заблудиться давайте закончим вот здесь вот сейчас белеса и нити паутины свисают толстыми куделями не давая ни пройти не вздохнуть вам приходится отодвигать одну плотную завесу за другой и вскоре волосы и сарафан покрываются пылью и мелкими пауками хорошо что вам светят глаза мертвеца ведь пронзить темноту не смог бы даже ваш проницательный взор да давайте вот здесь остановимся потому что ну дальше снова у нас идет сюжет до довольно интересная серия и намеки которые нам говорят что вся эта фигня с черной книгой что как бы все будет плохо это ну прям явные такие намеки еще с момента когда этот черт огромный ну понятно это типа сатан наверное вот что что-то там мутят воду что-то там нехорошо нехорошее что происходит чертям верить не надо в общем так что да не знаю я надеюсь что в конце не будет никакого жесткого выбора то я я же не решусь аж буду полчаса всех вот все полчаса прохождения я буду просто сидеть вот так шо нам делать вот так но надеюсь что решится как-то пишите обязательно как вам серия и спасибо вам твенчата за просмотры не забудьте подписаться на канал на инстаграм на твиче так же ставьте лайки оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик всем отличного настроения и до встречи в следующих видео а